Важно! Вокруг городов Мадрида, Барселоны и Бильбао наблюдается загруженность на дорогах. Средиземноморская прибрежная система автомагистралей довольно быстро перегружается в период летнего сезона. Ведь именно в этот период все граждане Испании едут в отпуск. Важно отметить, что кроме этого сезона, вождение в Испании не особенно перезагружено. Вдали от Мадрида и от побережья Средиземного моря дорога более доступна. Стратегическая национальная дорожная система «Дороги-Н» управляется региональными властями. Автобус – это популярный способ перемещения для дальних поездок в Испании, особенно на маршрутах, которые не обслуживаются высокоскоростной железнодорожной сетью. Хотя в Испании существует множество компаний, предлагающих межгородские туристические услуги. Например, самая обширная сеть, соединяющая большинство городов в Испании, предоставляется фирмой Алза, которая теперь является дочерней компанией National Express. Туристические услуги в Испании предоставляют достаточно приемлемые туры по интересным местам. Заказывая тур через испанское агентство, можно увидеть множество интересных мест и достопримечательностей. Приехав в Испанию, необходимо посетить великолепное место под названием Аликанте. Этот город входит в состав автономного валенсийского сообщества. Во время посещения Аликанты, необходимо выделить время, чтобы посетить некоторые из исторических мест. Эль Барио – это старый квартал, который влечет туристов красочными зданиями. Он находится в Кастильо де Санта-Барбара. В этом районе располагаются многочисленные пабы и рестораны. Узкие улочки и удивительная архитектура делают это место великолепным. Кастильо де Санта-Барбара – средневековый замок, здание относится к XIV веку. В настоящее время здесь находится музей де Аликанте, в котором есть четыре комнаты для исследования. Вход в музей бесплатный, но следует иметь в виду, что замок закрыт зимой. Посещая эту местность, нужно подобрать исключительно удобную обувь. Так как сам замок находится на вершине. При желании можно воспользоваться лифтом. Расстояние между городами Аликанте и Валенсия – лучший способ путешествовать из Аликанте в Валенсию низкими ценами – это поезд. Как правило, самые дешевые билеты на поездку из Аликанте в Валенсию можно приобрести у официального перевозчика. Поезда из города Валенсия осуществляют рейсы ежедневно. Стоимость билета на одного человека составляет 8 евро и 90 центов звездочка. Расстояние от Барселоны до Аликанте обратите внимание. Расстояние от города Аликанте до Валенсии составляет 125 километров. Средняя продолжительность маршрута составляет 1 час 45 минут. Туристы могут найти более дешевые билеты на маршрут Аликанте-Валенсия. Поезда отходят со станции Аликанте-Алакант в 19 часов 30 минут Че, чье предполагаемое время прибытия на вокзал Валенсии – в 21 час 43 минуты часть для того чтобы сэкономить время. Туристы могут полететь на самолеты. Билеты бюджетных авиакомпаний можно приобрести заранее на официальных сайтах. В интернете есть множество сервисов, которые предлагают покупателям низкие тарифы. Следует отметить, что на данном портале можно следить за расписанием рейсов и за изменением тарифов на самолет. Средняя стоимость билета составляет от 20 до 80 евро звездочка в зависимости от времени года. Аликанте-Валенсия – расстояние на машины. Кроме этого, путешественники могут взять на прокат автомобиль. Аликанте-Валенсия – расстояние на машины составляет 179 километров. Многие туристы также задаются вопросом, сколько потребуется времени, чтобы проехать до пункта назначения. На самом деле добираться до города нужно около 1 часа. 50 минут. Поэтому кто не любит ехать в аэропорт, проходить регистрацию, машина – это идеальный вариант для перемещения из одного города в другой. Как добраться из Аликанте в Валенсию и обратно на общественном транспорте. Каждый турист можно получить лучшие тарифы и расписание, заказать билет туда и обратно или найти автобусы с Wi-Fi и электрическими розетками. Компании предлагают этот сервис для того, чтобы сделать поездку более удобной и комфортабельной. Мадрид-Валенсия – расстояние от дешевых автобусных билетов до более роскошных трансферов. Турагентства предлагают широкий спектр услуг, которые наилучшим образом соответствуют потребностям клиентов, в зависимости от финансов. Обратите внимание, билеты на поездку из одного конца в другой предоставляется компании ALSA. Самостоятельный тур. Минимальная цена билета на поезд из Аликанте терминал в Валенсию составляет 13 евро и 60 центов. Звездочка. Чтобы купить билеты на поезд из Аликанте терминал в Валенсию по самой низкой цене, необходимо забронировать билеты как можно раньше. Билеты поступают в продажу обычно 3 месяца вперед, но в некоторых редких случаях это может быть до 6 месяцев. В среднем ежедневно отправляются около 12 поездов из Аликанте терминал в Валенсию. Первый поезд из Аликанте терминал в Валенсию отправляется в 6 часов 45 минут. Последний поезд из Аликанте терминал в Валенсию направляется в 19 часов 30 минут. Поезда, которые отправляются рано утром или очень поздно вечером, могут предоставить пассажирам услуги спального места. В качестве альтернативы, некоторые популярные маршруты могут работать всю ночь напролет. Есть ли прямые железнодорожные услуги между Аликанте терминал и Валенсия? Как правило, можно ехать из Аликанте терминал в Валенсию, не меняя поезда, без пересадок. Самостоятельный маршрут удобен тем, что турист может вернуться в город в любое время. Важно! Стоимость поездки на трансфере составляет от 120 до 150 евро звездочка. С экскурсией. Если в Аликанте в полной мере ощущается все его две секунды лишним тысячи лет и мавританское влияние, то Валенсия, вопреки истории, кажется городом молодым и ярким, светлые, широкие проспекты, бесконечные пляжи, невероятное смешение многовековой и самой современной архитектуры, множество музеев, концертных и оперных залов, научных центров. Для того, чтобы добраться до Валенсии и вернуться обратно, нужно заказать экскурсионный тур. Многих неопытных путешественников пугает бронирование отелей, билетов на поезд, самолет, музеи и ДР. Поэтому существуют агентства, которые устраивают лучшие экскурсионные туры. Вот что предлагают многие из них, огромный аквариум, Ашенграфика, крупнейший морской центр Европы, рекомендуется для любого возраста. Гостям предлагают посмотреть отличное шоу в Дельфинарии. Здесь также слышна русская речь. Ведь многие отдыхающие, как обычно, из России. Музей науки, Музея Аделас Синзиас Принцип Филиппе, лозунг музея, запрещено не трогать, не чувствовать, не думать, новая концепция музея, где каждый турист может принять участие в экспериментах современной науки и науки будущего. Данный тур рекомендуется для любознательных детей возрастом от 6-7 лет. Кинотеатр Хемисферик, сконструирован по форме человеческого глаза, имеет огромный экран. Новейшие технологии передачи звука и изображения, предлагает не только кино, обычно научно-популярное «Океан», «Космос», «Египетские пирамиды», «Животный мир», «Динозавры», но и шоу по тематикам астрономии, анимированные шоу и развлечения, языки фильмов, испанский, английский, но в этих фильмах смотреть важнее, чем слушать, оперный зал удивительной архитектуры для лучшей акустики не менее фантастический парк «Амброколь» вокруг всего этого великолепия. К сожалению, в последние годы оставили открытым для посещения всего половину галереи, и нередко там проходят тематические выставки. В основном в городе можно провести отлично время в течение от 4 до 6 часов. Затем, обед, а как же иначе. Гостям предлагают обедать в ресторане-буфете, шведский стол, отличный вариант обеда с детьми. Можно спокойно выбрать то, что они будут есть, с испанской кухней, где можно попробовать несколько видов паэлли, отличный гаспачо, несколько блюд из мяса и рыбы, салаты. Огромный выбор десертов. Это более экономичный ресторан, стоимость 10-12 евро, человек напитки, детям, дешевле. Обратите внимание, возвращение в Аликанте назначается к вечеру. Для приезжих гостей предоставляются услуги трансфера. Советы и рекомендации опытных туристов «Другая страна – это другой мир». Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно в другой стране, необходимо заранее подготовиться. Опытные туристы рекомендуют не брать с собой всю сумму наличными. Необходимо большую часть денежных средств положить на банковскую карту. Таким образом, намного удобнее и безопаснее будет расплачиваться в общественных местах. Следует регулярно следить за своим багажом как на улице, так и в аэропорту. Также не стоит оставлять ценные вещи в гостинице. В завершение следует отметить, что отпуск можно запланировать за несколько месяцев раньше. Опытные туристы знают, что дешевые билеты можно найти на официальных порталах TripAdvisor, Avissalas, Mamonda и Dere. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.